После страшной аварии Марина Фегелин лишилась ноги. Несмотря на это она смогла найти в себе силы и начала строить карьеру диспетчера такси. И уже в 2012 году она инициировала создание фонда помощи детям-инвалидам. Когда я попала в аварию, я посчитала, что я все уже ущемленная, ущербная, никому не нужен человек. Но благодаря моим друзьям, моим родителям, братьям, которые всегда меня поддерживали, я поняла, что я такой же человек, как и была. Ну да, у меня нет ноги, ну и что? Но я стала как-то сильнее и просто я видела, что глядя на меня, другие люди переставали ныне. И таких историй успеха лиц с ограниченными возможностями здоровья десятки. Между тем в южной столице для инвалидов начали строить пандусы. В свою очередь общество стало признавать права лиц с ограниченными возможностями здоровья. Специально для того, чтобы лица с ограниченными возможностями чувствовали себя на равных с остальными, мы проводим семинары, чтобы они понимали свою значимость в обществе, чтобы они понимали, что они также важны для общества. Всего в южной столице проживают более 2,5 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья. Из них 800 – дети. Размеры жемесячного пособия – от 1000 до 3000 сомов. За счет средств республиканского бюджета один раз в 5 лет инвалидам выделяют коляски, а также путевки в санатории и на курорты. Льготно выделяются лекарства. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...